Следующее домашнее задание. Там 8 роликов. Я вам записала о настройках скайпа, какие там есть у него возможности у этого скайпа. Там очень много чего написано. И вот вы можете зайти на мой блог, на ютубе, кто подписан на мой канал. Вчера я поставила ролик, всех уже задрал этот вирус. А как похож на Путина, а это ваша фотография. И вот там есть советчики, которые много чего советуют. И я вот в этом ролике написала, а что же надо сделать, чтобы от этого вируса избавиться. Ни в коем случае, конечно, на эти ссылки не тыкайте. Но, может быть, потом мы добавим этот ролик в урок тоже. Но вот в тех 8 роликов все настройки, что вам нужно сделать, фотографию поставить. Сразу же напишите, вот буквально, можете сегодня, даже несмотря ролик, напишите свое имя и фамилию на русском языке в настройках. Можете подождать до третьего домашнего задания. Потому что все это очень важные вещи. Помните, да, мы наводим порядок, ребята, для того, чтобы людям было приятно, когда они с вами встречаются. Следующее у нас домашнее задание четвертое. На один набор к нам пришла одна женщина. И был такой крик души. Она написала причину, почему она пошла учиться. Она написала так, хочу понимать, чего хочет от меня мой компьютер. Так вот, большинство роликов в этом домашнем задании сделала Андрей. Блестящие ролики, замечательные подсказки. Как вам разобраться вообще, что у вас за компьютер? Где что в нем находится? Какие у него мощности? Какая у него память? Что такое браузеры? Там один ролик для вас я сделала там с подсказками. Многие относятся к этому легкомысленно. Потом у них возникают проблемы. Ребята, изучите этот урок вдоль и поперек. Классный совершенно урок. Даже если вы уже и какой-то продвинутый пользователь. Там и у Андрея есть очень много классных наработок. И у меня там какие-то секретики. И если вы это изучите, вы будете легко ориентироваться в своем компьютере. Вы не будете на него с вилами бросаться. Вы не будете его бояться. Вам будет легко на нем работать. Вы знаете, какие возможности он вам позволяет. Потому что, например, вам нужно некоторые вещи знать, когда вы какие-то программы с интернета скачиваете. Что устанавливаете? Вот браузер Mozilla тоже Андрей вам рассказывает, как его поставить. Как там установить Speed Dial. Это тоже очень удобные разные вещи. Вот это, скажем так, идет подготовочка к тому, чтобы потом, когда вы начнете работать, вам ничего не мешало. Чтобы вы навели уборку, сделали во всех местах, которые вам нужно сделать. В пятницу мы начнем создавать ваш бренд. Вы получите урок уже от Юлии Мельцера. Он состоит тоже из двух частей. В первой части, как зарегистрировать блог. Обратите внимание, у вас уже название должно быть готово. Хотя вы можете его потом поменять. Но ссылку, которая будет в браузере, ваш адрес вашего блога, мы советуем вам делать ваше имя и фамилию на английском языке. На многих курсах учат делать ссылку такую. Ваш успех, деньги, доход. Ребята, не делайте это. Во-первых, оно как-то пошло звучит. Вот так вы меня извините. А ваше имя и фамилия вы будете раскручивать себя, любимого, ваш бренд. Если завтра вы захотите поменять тему блога, ссылка останется. И там будет ваше имя и фамилия. И вас легко будут в интернете находить по вашему имени и фамилии. Меня, например, сестра, которую я не видела 20 лет, нашла таким образом. Она добрала в интернете Людмила Королева. Ей вышел мой сайт, и она меня нашла. Понимаете, мы с ней в какое-то время растерялись. Уехали в разные страны и потерялись. Понятно, да, с адресом. Адрес блога и название – это разные вещи. Адрес блога – ваше имя и фамилия. Название по той теме, которую вы выберете. Кроме этого, еще там есть урок. Юля несколько роликов, таких коротеньких, удобных вам записала, как зарегистрировать кошелек в WebMoney, как там конвертировать валюту. Изучите очень серьезно, потому что люди потом задают вопросы по валюте. Как переводить деньги, как выводить деньги. Вот это там все есть. Ребята, сейчас наступает момент. Вы начинаете делать бизнес в интернете. И вам нужно будет что-то оплачивать в WebMoney. И что самое приятное – получать деньги. Потому что по всем партнеркам сейчас, выходом нового закона, деньги переводят на WebMoney. И мы в том числе. Вот я каждый божий день получаю деньги на WebMoney и по партнерским программам, и по своему бизнесу. Это совершенно классная вещь. Вот вы уже на нашем курсе начнете получать денежки на WebMoney. Теперь, когда вы зарегистрируете блог, надо начать его строить. И первое, что вам нужно сделать, вам нужна шапка блога. Вот эта картиночка, которая находится наверху. Она, так как наверху находится, поэтому и называется шапка. Она имеет огромнейшее значение. Вот первые два набора мы предоставляли своим курсантам, самим эти шапки создавать. Ну, конечно, они на это тратили массу сил, нервов, времени. Ничего путного из этого не получалось. И с третьего набора мы начали давать готовые шапки. Вот мы с Андреем Гавришиным приобрели там программы, изображения, шрифты. И сделали для вас профессиональные шапки. И эти шапки 100% обеспечивают успех вашему бизнесу. Вот сейчас я вам хочу показать отрывок из интервью известного инфобизнесмена. У него база подписчиков 400 тысяч человек. Я думаю, что такого человека стоит послушать. И сейчас я вам его видео покажу. И кусочек из интервью. Вот я еще хотела спросить, что вы посоветуете тем, кто начинает сейчас, планирует выпускать инфопродукт, скажем так, на пунктстве профессионала? Что главное? Ну, здесь я выделю несколько моментов. Первое – это не стараться выпустить продукт, когда у вас еще ничего нет. То есть не ставить телегу вперед лошади. Это ошибка большинства. Они выпускают продукт, когда у них нет ни сайта, ни базы, ни каких-то знаний по раскрутке, по маркетингу. Ничего нет. То есть им сказали, если вы чем-то владеете, создайте продукты, продавайте. И они бегут, создают продукты, хотят. А потом говорят, а кому нам его продавать-то? То есть вот эту стратегическую ошибку нужно не допустить. Нужно сначала сделать фундамент, собрать аудиторию, дать этой аудитории что-то бесплатно, и только потом что-то ждать от нее взамен. То есть это вот такой первый момент был. Второй момент – это нужно концентрироваться не на потенциальном заработке от продукта, то есть не думать, там, блин, вот я сейчас создам продукт, столько на нем заработаю, ух. Нужно сконцентрироваться на той пользе, которую он принесет людям. То есть вложить в него все, чтобы человек получил реальный результат. Если это будет, то это приведет к успеху. Это и пойдет сарафанное радио, это и пойдут хорошие отзывы, и, соответственно, приведет к большим продажам. А если человек делает продукт с намерением хорошенько заработать и ничего толком как бы не отдать, то это быстро скрывается, и такой бизнес обычно быстро тухнет. Третий момент – это не экономить на дизайне. Это на самом деле очень распространенная ошибка, потому что я заметил, и я и сам, кстати, так начинал, люди пытаются сделать дизайн своих продуктов самостоятельно. И не понимают, что на самом деле дизайн очень много, очень сильно влияет на продажи, на итоговые. И если подумать, то отдать 5-10 тысяч хорошему дизайнеру за классный дизайн – это очень хорошая инвестиция, потому что продукт с хорошим дизайном будет продаваться намного лучше. Это я могу сказать по своему опыту, это доказано. И вот я бы советовал всем, кто делает свой инфопродукт, не допускать вот этой ошибки, сразу заказать дизайн у профессионального дизайнера. Это сразу поднимет в глазах потенциальных клиентов качество этого продукта, потому что было доказано, что, допустим, если в самолете стюардесса идет по… ну, между рядами есть же проход, да, она идет, и у нее, допустим, там на белоснежной рубашке капля там от кетчупа, да. И было доказано, что люди связывают вот эту каплю от кетчупа, то есть то, что неаккуратность у ордесса, значит, у самолетов, в котором они летят плохие двигатели. Так же и здесь, да, если человек видит коробку с таким кустарным дизайном, да, самопальным, так скажем, то он будет сразу переносить это на содержимое. Он подумает, ну, если тут на дизайне сэкономили, чего уж там говорить про содержимое. Да-да-да, мы с этим там сэкономили тоже. Даже об этом, с этим в маркетинге тоже самое. Да, поэтому я бы вот этот совет как бы очень так на высокое место поставил, чтобы не экономили на дизайне и сразу делали его как положено, потому что это переносит все восприятие человека, потому что по сути покупает человек картинку, он покупает вот эту эмоцию, которую передает ему не только рекламный текст, но и обложка. Окей. Просто, может быть, было немножко тише, но кто не очень хорошо слышал, да, я вам повторю. Он говорил о тех вещах, о которых я вам целый час толковала, да, что не надо стремиться продавать, надо дать бесплатно, да, надо создать сайт, на котором вы даете что-то бесплатно, и потом у вас тогда будут что-то покупать. И вторая важная вещь, о которой он сказал, он привел пример со стюардессой, да, что вот доказано, что если стюардесса летит в самолете, и у нее пятно кетчупа на белоснежной блузке, люди начинают думать, что двигатели самолета не в порядке. Поэтому не экономьте на дизайне, потому что у нас каждый набор появляются люди, которые хотят сделать сами, да, сам с усами. Вы понимаете, ребята, вот я, например, очень долго работала с рекламой, и я знаю, что блог, да, вот эта картинка, как фотография, да, это первое, вот люди увидели шапку, да, она у него вызвала эмоциональный отклик, они остались на блоге на вашем, не вызвала эмоциональный отклик, они ушли с вашего блога навсегда. Вы это понимаете? Поставьте плюсы, что вы это понимаете. А говорил это Евгений Попов, у которого есть несколько проектов, у него 400 тысяч подписчиков, он продал где-то около 100 тысяч своих курсов за 5 лет. Мы дружим с этим человеком, и вот именно этот человек мне в письме написал, откуда вы берете людей на свои курсы. И надо к такому человеку прислушиваться. И вот кто-то здесь написал, что у него отличные курсы, да. Вот благодаря этим курсам, я потом вам буду рассказывать на другом вебинаре, мы создали свою академию, очень много вещей мы научились именно у него, поэтому мы к нему прислушиваемся. И вот шапка блога, да, для каждой ниши, для каждого вида деятельности свой цвет, свой шрифт, своя какая-то композиция, да, это то, что мы умеем делать. И у нас есть шапки в каталоге, вы получите каталог, там огромное количество шапок, там очень много разделов, в каждом разделе около сотни шапок. И стоит, вы получаете комплект из трех баннеров. Значит, первый – это шапка для вашего блога, второй – это шапка для ваших писем-рассылки, мы с вами будем их тоже создавать. И третий – это ваше фоксимелье, ваша подпись, которая будет идти на всех ваших письмах. И стоит это, ребята, 597 рублей. Если вдруг получится так, что у вас какая-то другая тема, да, и в каталоге нету этой темы, вы можете сделать шапку на заказ. Мы немного берем заказные шапки, потому что вот шапки продают не на заказ, да, просто начиная от 2000 рублей, а заказные там берут 5 и 10, ну, 1200 рублей будет стоить заказная шапка. Поэтому к этому, к шестому занятию, вам нужно познакомиться, ну, как бы подобрать свою тему, познакомиться с этими шапочками, выбрать себе и заказать, потому что на следующей неделе мы начнем делать дизайн блога, а дизайн подбирается к шапке. И поэтому вы получите не только профессиональные шапки для своих блогов, да, еще у нас есть партнерская программа. Если вы пригласили людей, то они будут покупать, да, вы за это получите деньги. Не только, мы уже больше 100 тысяч выплатили комиссионных нашим курсантам, у нас есть люди, которые в месяц зарабатывают и по 10 тысяч рублей, ну, кто много людей пригласил. Вот, и вы окупите все свои расходы, да, получается, что вы бесплатно учитесь, да, еще по ходу и зарабатываете. Я надеюсь, что вам нравится эта перспектива. Вот, и у нас особенная партнерка, вам ничего не надо продавать, не надо уговаривать никого, вы просто приглашаете людей на бесплатный курс. Мы там и работаем с вашими приглашенными, а вы получаете комиссионные. Да, замечательно.